Привет народ! В сегодняшнем видео немного доработаем багажник нашего автомобиля. Установим светодиодное освещение. Также расскажу, как буквально за копейки получить полезную опцию автоматическое открывание багажника. Доработку начнем из освещения багажника. Снимаем стандартный осветительный плафон под диву отверткой. Подключаем клеммы, больше он нам не понадобится. К этим разъемам подключим светодиодную ленту. Лента куплена на Алиэкспресс. Заказывал ее уже давно и совсем не для автомобиля, поскольку использовал не всю, пустим ее в дело. Отрезаю нужный кусок, это 90 сантиметров, и припаиваю к ленте отрезок провода длиной 60 сантиметров. К концу провода припаял клеммы. К сожалению, нужных разъемов у меня не нашлось, пришлось импровизировать. Сплющил те, что были, они отлично подходят. С пайкой закончили, можно клеить ленту, но перед этим нужно обезжирить поверхность. Перед установкой, на всякий случай, подключаю и проверяю ленту. Все работает, можем прокладывать провода. При подключении клемм не забываем про правильную полярность. Хотя, если напутали, ничего страшного не случится, просто переставьте клеммы местами. С проводкой разобрались, можно клеить. Поскольку лента у нас самоклейка, сдираем защитный слой и аккуратно проклеиваем ленту к потолку багажника. Провод, выходящий из ленты, на всякий случай, зафиксировал скотчем. Хотя он и не провисал, но думаю, так будет надежнее. Освещение установлено, результатом я доволен. Такая доработка, конечно, не обязательна. Это скорее работа из серии, чем заняться на карантине. Но все же, лента освещает багажник по всей длине, выглядит замечательно, особенно в вечернее время. Теперь расскажу про автоматическое открывание багажника. Об этом уже было видео на канале, но оно было без озвучки и в комментариях были вопросы. Самый частый вопрос, какую пружину использовал. Пружина покупалась на рынке на хозеродах и совсем не для автомобиля. Бралась она для ворот, как доводчик для калитки. Ну а после мы придумали использовать эту пружину для открывания багажника. Второй вопрос, зачем на нее надета трубка? Здесь вообще все очень просто, чтобы пружина не терла петлю багажника. Что еще сказать по этой доработке? Это действительно очень удобно. Вроде бы такая мелочь, установить пружину. Но это действительно удобная и полезная доработка. Особенно понимаешь это, когда пользуешься этим каждый день. Кстати говоря, у некоторых автомобилей подобная опция стоит немалых денег. Ну а эта пружина стоила просто копейки. На этом буду заканчивать видео. Искренне надеюсь, что оно было полезным. Ставьте лайки и пишите комментарии. На комментарии всегда стараюсь отвечать. Всегда рад с вами пообщаться. Подписывайтесь на канал. Всем пока!